В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. День весны и труда. О том, как рязанцы встретили Первомай. Рязанский провал. В очередной раз автомобиль в центре Рязани ушел под асфальт. Опасный алкоголь. Полицейские изъяли 4,5 тонны контрафактной продукции. Международный турнир. В Рязани собрались теннисисты со всего мира. И отопительный сезон окончен. Теперь коммунальные службы ведут подготовку к следующему отопительному сезону. День весны и труда отмечается более чем в 140 странах мира. И везде он называется по-разному. Для ряда территорий традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась. Но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда. Яркий весенний, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество других мероприятий. Для кого-то 1 мая это еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей. А для кого-то настоящий праздник, вызывающий ностальгию по бывалым временам. Долгое время 1 мая был символом революции, непримиримой классовой борьбы. Имел политическую окраску и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки и культуры. Но постепенно этот контекст стерялся, и ныне это просто радостный праздник весны. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, зачем принимать участие в этом торжественном шествии? Как зачем? Это же большой праздник! Мир, труд, май! А работники культуры работают вообще всегда, в каждый праздник. Поэтому для нас праздник, праздник, работа, праздник, всегда все праздник. А вы рады принимать участие в этом празднике? Как думаете? Да! Это же праздник! Мир, труда и труда всего. Это самый хороший праздник в мае. Вы, украшение колонны, честно говоря, первый раз идете вот таким составом или каждый год ходите? Первый раз. Еще раз, лоб? Мы только в этом году открылись, так что мы первый раз идем и будем ходить каждый год. Мы находимся в самом эпицентре шествия, посвященного 1 мая, Международному дню солидарности трудящихся. Атмосфера праздничная. Несколько тысяч рязанцев уже миновали нас и впереди еще столько же. Настроение в городе царит действительно праздничное. Мы не сидим без того, только небе, небе темный синий. Правда, пожалуй, не все знают, зачем огромное количество людей собралось и идет от Площади Победы к Площади Ленина. Чтобы кричать. Я не знаю, что мы отмечаем, если честно. Это вырежет. Но сознательные родители стараются донести до младшего поколения значение этой замечательной традиции. Откуда это взялось? Зачем это? Для чего это? Они должны знать, а не просто так ходить. Конечно. Но традиции нужные, нужные. Но со знанием дело. Праздник весны, праздник труда. Пришли с ребенком. С маленьким. Большая уже была, маленькая первый год только. Показать настроение, чтобы было праздничное. Показать колонны праздничные. Объяснить, что это за праздник. Изначально праздник носил название «День международной солидарности трудящихся». 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требования 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующие демонстрации закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс второго интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии и Франции. Кстати, сейчас в США этот праздник отмечают совсем в другой день. В нашей стране 1 мая стал популярным в советские годы. Тогда правящая коммунистическая партия ставила интересы трудящихся на первое место. Не случайны те постулаты, за которые когда-то боролись рабочие в Штатах, впервые стали реальностью именно в нашей стране. День международной солидарности трудящихся 1 мая имеет героическую историю. Около 130 лет назад люди труда организованно вступили в борьбу за свои права. Тогда, в первую очередь, это были требования 8-часового рабочего дня. В год столетия Великого Октября хочу напомнить о том, что впервые в мире 8-часовой рабочий день был установлен в нашей стране при советской власти. Сегодняшний день нам снова и снова напоминает о том, что за свои права надо бороться. Мы собираем под красные знамена тех, кто не желает мириться с несправедливостью и не приемлет политику постоянного роста цены тарифов, коммерциализацию образования и здравоохранения, в результате которых большинство населения все туже затягивает пояса, а узкая кучка наживается и богатеет. В этот день хочется пожелать всем успехов в восстановлении справедливости и напомнить, что только сплоченность и солидарность людей труда могут это обеспечить. Под красными знаменами коммунистов, которые ярко пламенея развивались в теплом майском воздухе, стоят те, кто помнит светлую жизнь в коммунизме. Потому что это самая главная наша партия в жизни нашей страны. Партия победителей. КПРФ за народ. Мы ценим завоевание Великой Октябрьской социалистической революции. Это наша ценность. Мы помним Ленина, он нас вытащил из ямы. Свой выбор в пользу КПРФ делают и молодые люди, которые хотят жить в справедливом и честном обществе. Вы знаете, я считаю, что единственная правда на земле и в будущем человечестве это коммунизм. А что мы за справедливость, за равенство, за честность. Хотим, чтобы в стране порядок был. Традиционный митинг у постамента, посвященного Владимиру Ильичу Ленину, на центральной площади города собрал многих. Вот сейчас я смотрю, идут колонны разных предприятий, разных институтов. Те, кто недовольны этой жизнью, кто угоднулась в пост и в гриву, кто пишет нам песни, помогите, лечиться, учиться, жить. Ничего нельзя. А сами идут и поддерживают. Нет, никогда так не изменится жизнь, если мы не перестанем быть локеями. И когда мы действительно говорим о Западе, то мы должны помнить, там жизнь лучше. Не потому, что власть лучше, потому что народ более требовательный, более настойчивый, а где надо и более жесткий. В праздничный майский день под красными флагами коммунистов звучали простые истины. За справедливость надо бороться. И молчать, прячать в своих комнатах в бетонных коробках – это не про КПРФ. Более всего единство народа в праздновании Международного дня труда видно здесь, в рядах студентов Рязанского государственного медицинского университета. Радостные лица и праздничное настроение представителей разных стран. Ежегодное доказательство тому, что труд объединяет. Из Марокко, шестой курс. Сегодня с праздником, это 1 мая. Как обычно, каждый год с праздником еще раз. Я на третьем курсе учусь. Вот здесь я третий год, получается, принимаю участие. Ну и также дома обязательно с родителями, с семьей, от школы, конечно, принимали участие всегда. Я из Украины. Этот праздник широко отмечается по всему миру. Именно поэтому мы сегодня решили принять участие в этом мероприятии и приобщиться к нему. Здесь рабочие, и это очень важно. Это те, кто помогают нам каждый день. Без них не было бы ни домов, ни парков, ничего. Спасибо вам. Продолжайте в том же духе. Это праздник труда, мира, доброты. Вам, как будущим врачам, трудиться придется много. Не пугает это вас? Нет. Мы знаем, что мы должны будем работать всю жизнь. Традиция, какой-то патриотизм. Я считаю, что подобного рода праздники, они объединяют всех людей, независимо от того, из какой страны приехали. Тот же праздник отмечают сегодня в тех далеких странах, откуда ребят привела судьба в Рязань. Например, в Марокко и Южной Африке. Мы такая большая часть нашего города, большая часть этого праздника. Мы очень рады в нем принимать участие. Ребята приходят с очень хорошим настроением. И я уверен, что это настроение передается из поколения к поколению, с года в год. Может быть, меняются лица студентов. Кто-то выпускается, кто-то приходит уже врачами и проходит с нами этот путь. Приходят сотрудники и тоже заряжаются этим настроением. Посмотрите, какой хороший праздник, какая хорошая погода. Ну, я осмелюсь сказать, даже если была бы погода не такая хорошая, все равно бы ребята были здесь. Мы были бы здесь одной командой. Команда Рязанского медицинского университета. Спустя годы обучения, все они отправятся к себе домой и будут ценнейшими специалистами, посвятившими свою жизнь спасению людей. Непростому и очень ответственному труду. А сейчас они улыбаются, радуются и чувствуют свою связь с каждым, кто идет рука об руку рядом в торжественном первомайском шествии. Рязанские дороги – фраза, ставшая крылатой. Сразу ясно, речь идет о ямах и выбоинах, которые объехать, не повредив подвеску или диск, могут разве что только асы вождения. Однако в этом году легендарные ямы да ухабы сравняются с землей. Подробности далее. В понедельник, 2 мая, после праздничный день в самом разгаре, но улица новая вот-вот встанет. Перекрыла движение по одной полосе грузовая машина, которая совершала поворот на улицу Радио Заводская, но маневр так и остался незавершенным, потому что автомобиль ушел под асфальт. Водитель, хотя и отказался говорить на камеру, но рассказал, что случай для него не первый. Пару лет назад он уже попадал в такую же историю, но в прошлый раз его автомобиль провалился в асфальт на улице Первомайской. Яма глубокая, порядка двух метров. Доставать машину, скорее всего, придется краном. Что с этим участком будут делать дорожные службы, пока вопрос. Местные жители опасаются, что подобные ловушки подстерегают на улице Новой не только здесь. Стоит отметить, что с наступлением весны дорогами в Рязани занялись. Кажется, не на шутку. На многих улицах можно увидеть повешенные таблички, информирующие о грядущих дорожных работах. Заняться вплотную планируют и теми улицами, которые долгое время наводили ужас на рязанцев. Улица Большая, о которой до недавних пор с содроганием думал каждый житель густонаселенных районов под Рязанью. Дорога на работу в Рязань и домой – всегда испытание для автовладельцев. Сколько автомобилей повреждено здесь в межсезонье, страшно подумать. Улица Большая, также капитальный ремонт с уширением проезжей части от поворота на глобус и до поворота на улицу Тимакова на одну полосу. Поверхность асфальта, напоминающая стиральную доску прошлых веков или, как любят выражаться автовладельцы, дорог после бомбежки – все это о Куйбышевском шоссе. Ежегодно здесь идут раскопки и ремонт теплотрасс, что затрудняет и без того непростое движение. Дорога, ведущая из города на федеральную трассу, уже много лет в таком состоянии, что сердце замирает от мысли, как лавировать среди всех этих ям и выбоин. Однако в этом году проблема, кажется, будет устранена. По Куйбышевскому шоссе будет производиться вынос теплотрассы, капитальный ремонт будет проводиться на протяженности 1,6 километра полотна. Мало того, помимо капитального ремонта дороги, благоустройство ожидает и прилегающие территории. Ко всем детским дошкольным образовательным учреждениям, это 11-я школа, будет оборудованы пешеходные переходы в соответствии с национальными стандартами. Кроме того, будут отремонтированы все примыкания к Куйбышевскому шоссе. Куйбышевское шоссе, как и любые другие дороги, подлежат благоустройству. Это новые газоны, посадка деревьев и посадка кустарников. Капитальный ремонт планируют еще на одной легендарной улице. В порядок приведут проезд Шабулина. Капитальный ремонт на улице Шабулина подразумевает устройство двух участков с круговым движением. Это на пересечении с улицы Октябрьской и на пересечении с улицы Бирюзова. Уже после праздников появится расписание график работ. На табличках, рекламных счетах и в средствах массовой информации будут оповещать о часах, в которые ведутся интенсивные работы и о возможных альтернативах объезда. Кроме того, специалисты уже сейчас трудятся над графиком дорожных работ. Его составят таким образом, чтобы в часы пик, а также в пятницу вечером, когда люди едут за город, и в воскресенье вечером, когда возвращаются обратно, ничто не препятствовало движению. Некоторые работы будут вестись ночью, когда загруженность дорог минимальна. В центре внимания власти остается ямочный ремонт. Мы стали свидетелями того, как в нашем городе внедряют новые технологии, которые позволят выполнять ямочный ремонт качественно. И словосочетание это перестанет быть крылатой фразой, ассоциирующейся с халтурой и скорым возвращением ям. Мы увидели работу уникального автомобиля-робота. В Центральной России это первая подобная машина. Вот эта машина называется патчер. Это английское слово. Буквально означает лоскут в буквальном переводе. Еще выражение тупач значит штопать, латать. Благодаря специальной технологии ямы не только заделывают. Такой ремонт еще и предотвратит дальнейшее разрушение асфальта. Полностью роботизированная техника. Работу, которую дорожники будут делать всю ночь, выполнит за час. Вот только управлять чудо-техникой тоже надо научиться. Сейчас, в майские праздники, оператор тренируется. Заделывает ямы над Подгорной и у Рицкого. А после приступит к полноценной работе. 2 мая в соответствии с постановлением главы администрации Олега Булекова в Рязани завершился отопительный сезон. По информации Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время ресурсы, снабжающие предприятия города, переходят на летний режим работы. По оценке специалистов, завершившийся отопительный сезон прошел удовлетворительно. Серьезных аварийных ситуаций в течение зимнего периода не зарегистрировано. Количество обращений граждан на некачественное теплоснабжение снизилось по сравнению с прошлым годом на 32%. Сейчас коммунальные службы приступили к подготовке к следующему отопительному сезону, ремонту оборудования, центральных тепловых пунктов, а также систем водоснабжения. Смотрите далее. Возможно, отравление. Рязанские полицейские изъяли 4,5 тонны контрафактного алкоголя. Международный турнир. В Рязани собрались теннисисты со всего мира. И цветут цветы. Внезапное потепление в ближайшее время сменится небольшим похолоданием. В эфире программа «День города» и мы продолжаем выпуск. В майские праздники, когда потребление алкоголя на душу населения значительно возрастает, стоит более тщательно относиться к выбору спиртных напитков. Ведь именно в это время на стол запросто может попасть подделка. Так, буквально на днях сотрудники МВД России по Рязанской области пресекли в Рязани организацию хранения алкогольной продукции с признаками контрафакта. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу в отношении двух рязанцев, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Рязанской области в принадлежащих подозреваемом складских помещениях на окраине Рязани обнаружили крупную партию спиртного. В ходе осмотра в двух гаражах было обнаружено изъято более 4500 литров алкогольной продукции элитных брендов с акцизными марками и признаками подделки на сумму 1,7 млн рублей. По имеющейся информации, спиртное планировалось реализовывать на территорию города. Образцы изъятой продукции направили на исследование. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Капитальный ремонт – это то, что требуется многим домам в нашем городе. Кроме того, что граждане отчетливо наблюдают и ощущают протечки кровли или обрушения в подвалах, не выдерживают уже и несущие стены. Наша съемочная группа отправилась к одному из рязанцев, который решил сделать дома косметический ремонт и столкнулся с более серьезной проблемой. Каждый понедельник к Илье Кузьмину приходит сотрудник ЖЭО, который фиксирует разрушения, происходящие в его квартире. Трещины в полу, потолке и стене наблюдают уже три месяца. Молодая пара обнаружила их во время ремонта на кухне. Думали, что проблема в старой штукатурке. На самом деле, буквально по швам расходится несущая стена дома. Обращались в компанию, в дом управления. Они приехали, поставили на маяке. Стекляшку прилепили просто на любую сторону. Сказали, что стена поедет, а она лопнет у вас. В процессе, в итоге, она стала еще шире. Они приходят, фотографируют и говорят, что без изменений. Пока стены отвалятся, то куда они начнут шевелиться. А мастер сказал, что пускай падает, мне без разницы. Подобные трещины украшают стены соседей и подъезд дома, капитальный ремонт в котором не проводили уже 20 лет. Пугает то, что их размер и количество каждый день растет. Вот это вообще свежее. Буквально два года назад появилось. Также пол еще больше разошелся на полу трещины, шире столя. То есть она была изначально такая вот вплотную. А сейчас еще шире стало. Вслед за трещинами стал промерзать угол в детской. Он покрылся плесенью, избавиться от которой у Ильи Кузьмина не получается. Комнату ОИФ-лампы обрабатываем постоянно, потому что прессинг, грибок где-то сходят. Счищал его несколько раз, у апель появляется. То есть следы где его счищал, обрабатывал специально составом. Представители управляющей компании утверждают, что проблема в сезонной усадке дома. Но в эту версию жильцы не верят. Юристы советуют людям, оказавшимся в подобной ситуации, сделать два простых шага. Написать письменное заявление в государственную жилищную инспекцию и в администрацию города. В соответствии с жилищным кодексом администрация обязана проводить муниципальный контроль за состоянием жилищного фонда. То есть ваше письменное обращение, оно однозначно необходимо для того, чтобы в дальнейшем была назначена комиссия или экспертное какое-то исследование делалось для определения, насколько безопасно проживание в подобных квартирах. Также вы можете запросить у управляющей организации данные о последних осмотрах несущих и ограждающих конструкций, которые они обязаны проводить регулярно. Например, в Москве на основе этих сведений приняли решение о сносе пяти и девяти этажек, так как старые перекрытия потенциально опасны для жизни людей. Надеемся, что в нашем городе безопасности уделят не меньше внимания. Рязанская академия тенниса второй раз принимает на своих кортах турнир, посвященный знаменитому теннисисту Николаю Озерову. На нем собрались участники из европейских стран, а также из Казахстана и Венесуэлы. От Рязанской области в соревнованиях примут участие семь юношей и девять девушек. На открытии турнира побывала Алена Куклева. Подброс мяча, удар, доля секунды и очередь отбивать уже у другого игрока. Сегодня в академии тенниса стартовал международный турнир имени Озерова. Престижное соревнование проходит на Рязанской площадке уже во второй раз. А за главную награду Кубка имени Николая Озерова будут бороться в тридцатый раз. Эти соревнования отмечают юбилей. Он традиционно всегда привлекал сильных игроков. И я надеюсь, что эта традиция не будет нарушена. Тем более, что в течение 30 лет здесь участвовали лучшие игроки не только российского, но и мирового уровня, которые стали символами мирового тенниса. Этот турнир второй категории. Определяется на суммарном рейтингом участвующих в нем игроков. Для каждого из юных теннисистов важно заработать здесь очки. Именно они будут определять дальнейшее участие спортсменов уже в профессиональных матчах. Вот этот международный турнир идет среди юниоров и юниорок до 19 лет. Это турниры, последняя стадия перед профессиональным турниром. То есть дальше идут профессиональные турниры. То есть тут уже юниоры нарабатывают рейтинговые очки. Сетка большая, 64. Турнир проходит неделю. Получается, в понедельник начинается основная сетка. В воскресенье вроде бы заканчивается. Ну, какие планы? Ну, конечно же, выиграть. Все хотят, и мы будем бороться. Слушай, как получится. Всего 145 теннисистов встретятся в ближайшие дни на этих кортах. Большинство из них – россияне. И хотя о своем участии в турнире заявили десятки стран, приехали далеко не все. И не потому, что далеко. Заявлено было довольно много, но потом начали сниматься, прежде всего, потому что, когда видят состав и понимают, что достаточно быстро можно проиграть, а в России очень сильная юношеская школа, то они предпочитают оставаться дома. За 30 лет на корты в рамках этих состязаний выходили такие звезды тенниса, как Евгений Кафельников, Анна Курникова, Марат Сафин, Анастасия Мыскина. Сегодня молодые люди осознают, что, возможно, и их имена скоро войдут в историю мирового тенниса. А пока они демонстрируют силу удара и скорость реакции. Минувшие выходные порадовали рязанцев идеальной погодой. Среднесуточная температура соответствовала середине лета. Однако все-таки в ближайшие дни в нашем регионе похолодает. Температура опустится до 10-15 градусов. Так обещают синоптики. Каждое время года прекрасно по-своему. Лето радует нас яркими красками, вкусными ягодами и замечательным настроением. Осенью мы любуемся пейзажами, сошедшими словно с картин. Особенно завораживают листья, которые кружатся от дуновения ветра. Зимой каждый из нас становится ребенком. Снежинки, елки, игрушки вызывают поистине сказочное настроение. Весна же – пробуждение всего живого. И если сначала она встречает нас грязью, растаявшим снегом и прохладой, то с наступлением мая все меняется кардинально. И этот месяц сославится буйством красок и огромной разновидностью цветов. Это время, когда природа окончательно пробуждается и дарит нам свою красоту и тепло. Буквально на глазах за выходные в городе зазеленели деревья, показалась молодая трава и зажелтели одуванчики. А вот зацветающая черемуха по народным приметам сулит похолодание. Обещают понижение температуры и синоптики. Период сухой и очень теплой погодой пока заканчивается. На предстоящей неделе погода на территории Занской области будет определять высотный обширный циклон с центром над Архангельском. В зоне его атмосферных фронтов в отдельные дни ожидается небольшой дождь, не исключены грозы и усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду. Преобладающая температура воздуха в начале недели ночью плюс 6, плюс 11, днем 16-21. А вот в середине недели за холодным атмосферным фронтом ожидается понижение температуры воздуха. В ночные часы ожидается от 0 до 5 градусов тепла. Местами не исключены заморозки. Днем ожидается всего лишь 8-13 со знаком «плюс». На самом деле всему свое время и даже от жары еще успеем устать, ведь и лето впереди. А пока дожди поспособствуют еще большему буйству зелени и избавят город от пыли. И совсем скоро распустятся нарциссы и тюльпаны, появятся ландыши и анютины глазки. Радуя взор и предсказывая скорое наступление лета. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также группах в соцсетях. Весеннего вам настроения. До свидания. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok